саша привет сейчас я тему пишу тут привет привет ребята рустам привет костик привет сейчас я тему тут закреплю сейчас маша подкрутиться к нам так сейчас ситуация на рынке недвижимости в майами и лос-анджелесе если вот маша подключается с моим подключим давайте что не подключай а вот смотрите-ка у меня классно здесь местечко где я сижу one hotel называется вот ту девочку я знаю ваш привет 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 ты меня слышишь а вот я тебя слышите у тебя там красиво тоже мне нравится так вот а связь прерывается у меня или у тебя вот теперь нормально ты меня слышишь дайте слышу да ребята как связь как связь скажите кто-нибудь слышно красиво у тебя там ты где сидишь пальмочки на бакярде пальмочки солнышко вас погода как у вас погода слушай сегодня вообще супер так как-то спокойно прям все погода отличная солнце дождя нет сегодня ну так прям вообще вот прям как-то очень спокойно как на курорте я бы сказал летом обычно так должен быть или нет что говоришь сейчас сезон дождей ну вообще да в это время сезон дождей летом считается июль август самый такой сезон влажный если можно сезон ураганов же идет когда ну август на сентябре вот сентябрь там бывает ураганы приходят к нам ну или мимо обходят как обычно так ну что вроде бы подключались ребята ребят тема тема пообщаемся с мамой насчет недвижимости представлю машу маша уже была в эфире разочек или два вот маша занимается недвижимостью в лос-анджелесе брокер по недвижимости прекрасном голливудском штате вот ну а я а я здесь маями в этом в этом городке маленьком хорошенько да пообщаемся мы на тему какая ситуация сейчас недвижимости у нас в майами я расскажу а маша расскажет что происходит в лос-анджелесе потому что люди многие не знают что везде разные города разная ситуация как пример я приведу был в как его называть на мексиканском заливе где сарасота там по городке я общался с другом он там живет и у них там последние три месяца наоборот все было очень активно люди многие которые в штатах живут они приезжали или перелетали туда и там у него сделки по по 2 он говорит сделки было каждый каждый месяц он закрывал ну я вижу мы с ним встретились он за встречу там за полтора два мужа мы общались он постоянно на телефоне просто поэтому поэтому везде по разному ну давай с кого начнем сменялись тебя да без разницы да и потом мы будем отвечать на ваши вопросы поэтому пишите это посмотрим может не будем прошу реально что я не ответила на вопросы что я пропустила да мне пишут так что теперь мы не играет не игнорируем никого сори я только проснулась недавно поэтому а у тебя да у тебя же утро еще да у меня еще утро хорошо выглядишь не переживай да спасибо может язык заплетаться немножко еще а ты в LA сейчас прям да да я думаю конечно супер кстати у меня вопрос один по поводу пальмы слушай ну ты можешь там на фотошопе сзади у себя не сидишь где-нибудь в Одессе слушай я хотел спросить с ресторанами у вас как дела у вас вот эта вторая волна что случилось сейчас да в общем вчера у нас все закрыли опять ньюсом гавнер требования что закрыли все салоны барбершопы рестораны которые внутри но пока то непонятно что с ресторанами до этого они были открыты снаружи то есть можно было сидеть снаружи на столиках за столиком но внутри сейчас непонятно сегодня мы узнаем новости но закрыли джимы закрыли все networking да вот эти где люди нетворкали вот или офисы знакомились 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 и пошла в тревел на действительно не весело то есть сэм к сожалению да ну у нас примерно открыли рестораны внутри да потом что у нас закрыли спортзалы сначала не хотели закрыть потом оставили открытые но в то же время сказали что нужно в масках заниматься и ну я не знаю все ли спортзалы в масках потому что я смотрел берри знаешь берри знаешь берри да и у них как бы активные активные очень классы я не знаю как там в маске можно заниматься я смотрю он открыт я хотел записаться вот пойти сегодня или завтра и ну я не знаю у них классы есть поэтому я вот посмотрю возможно без масок там занимаются потом задумали что это все зависит от того какая территория то есть какая насколько вмешение да сколько вместительность большая и в смысле этого можно ходить без масок или в масках так мне сказать ну тоже зал опять же всех винов к сожалению да можно ходить только на улице теперь только по дорогам ну нормально гулять развлекаться да хорошо что только нас тренирует все строители работают все кто в недвижимости все работают ну да это хорошо по дереву что на финале потому что строителей огромное количество да на стройке вместе коммуницией общаются у них там по 10 человек но а им можно ну да а там нельзя в зал ходить слушай ну интересно конечно вот это время с карантином совсем ну вторая волна надеюсь попроще будет попроще полегче ну самое главное чтобы меньше людей просто заболевало вот это вот все ну посмотрим не будем загадывать как она развиваться будет ну я узнавала что в Украину Маша подожди секунду ты чуть прерываешься повтори пожалуйста ты слышал какой карантин интересный в Украине если прилететь туда 14 дней а да если туда прилетаешь 14 дней ты дома сидишь дома сидишь тебе устанавливают апп по прилету аппликейшн при этом аппликейшн пиликает периодически просит сфотографировать там правую часть лица на фоне кровати то есть серьезно не обманешь наших я не слышал этого это не просто аппликейшн который трекает твою локацию да ну локацию они присмотрят где ты находишься но еще и при этом ты должен какие-то выполнять задания интересно я не слышал такого вот это ну конечно придумали я слышал в России тоже было такое когда прилетаешь ты две недели на карантин в Казахстане не знаю в Казахстане там что-то все строго было не знаю какая там история там вообще нельзя было вылетать а вот Саша пишет что в России Саша это кстати с кем ты общалась сегодня кто тебе звонил да 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 мы кстати так до сих пор не пообщались но он сказал что он зайдет послушать нас ну хорошо Саш привет тебе вот ну в общем давай с кого начнем с тебя или с меня не знаю у меня есть вопросы к тебе давай рассказывай я думаю я на них отвечу да так ты знаешь я вот вчера буквально ткнулась на пост что очень многие люди начали получать документы Карибского бассейна да для того чтобы именно с наших стран в России Украины там Казахстана для того чтобы во первых путешествовать иметь безвизовый режим во вторых посредством инвестиций около 150 тысяч у них есть возможность постоянно ездить в Америку то есть они близко находятся у тебя были такие ребята которые получали в Карибском бассейне не у меня не было я не знаю смотря про что ты говоришь потому что я знаю есть делают как документы в Карибском бассейне а потом здесь делают едва ну это как инвестиционно как бизнес виза но как бы когда получаешь здесь едва американскую визу она вот кстати Антон подключился с Антоном можно сделать эфир я рекомендую по вот этой теме бизнес теме он занимается в Америке вот очень кстати начитанный человек вот и по едва здесь нужно находиться всегда это просто не всем подходит тут все зависит от я всегда говорю от того что во первых от возможностей во вторых от того что человеку нужно потому что есть люди определенные вообще не нужны никакие не едва визы там не грин карта и так далее им достаточно туристическая виза потому что если у них относительно крупные бизнесы в своих странах допустим в России в Украине и так далее получая здесь грин карту они становятся здесь налоговыми резидентами если они здесь налоговые резиденты они получаются будут доплачивать по налогам что чаще людям неудобно или к примеру если они хотят на самом деле вот эту получить едва или там грин карту а так инвестиционная виза правильно едва, инвестиционная она как раз таки для таких стран для Украины она работает для Казахстана работает для России она не работает но по ней ты можешь открыть бизнес ты можешь открыть в партнерстве бизнес с кем-то и получить ну и получить вот эту визу ты можешь купить какой-то уже существующий бизнес или новый открыть и при этом ты должен здесь находиться ты сумушен сколько хочешь год – два,три,пять,десяти она продлевается, но ты должен здесь быть, это самое главное. Ты не можешь открыть ее и потом уехать там и жить, даже путешествовать где-то 8 месяцев в году, а потом приехать и говорить, я хочу обновить. А они тебе скажут, окей, ну а где ты летаешь, зачем тебе виза, если ты здесь не находишься. Поэтому здесь такой важный момент по поводу этих виз. Ну и через карибские бассейны, я именно слышал, что такую историю делают. Не знаю, насколько это популярно, но я всегда говорю, тут нужно как бы правильно сказать, вот как по недвижимости, ко мне кто-то приходит и говорит, я хочу купить вот это и все, потому что вот это. Начинаешь с человеком общаться, он вот такой вот прямолинейный, потому что вот так и так. Я с ним общаюсь, начинаю больше узнавать. В итоге то, что он вообще раньше не хотел даже, так сказать, рассматривать, в итоге он это, к примеру, покупает. Почему? Потому что, когда я ему предоставляю определенные знания на процессе этапа, не сразу, на процессе этапа, он ознакомляется с этим и он потом понимает, что возможно то, что он до этого знал и как он думал, это не то, что ему нужно. Поэтому так же и здесь, это нужно как бы, ну, понять вообще для чего это человеку, оно может вообще ему не нужно. Поэтому, ну, такой момент с этими инвестиционными моментами. Я рассказывал про то, как люди с Украины, России, Казахстана, да, получают документы по помощи покупки недвижимости в Америке, но повысилась сумма, раньше она была 900, правильно, тысяч, сейчас миллион. По EB-5? Да, по EB-5. Расскажи более подробно, я думаю, что многим будет интересно. Ну, смотри, по EB-5 какая история, там, получается, раньше это, там было две суммы, там одна сумма полмиллиона, другая миллион была, сейчас они подняли, одна сумма 900, другая миллион 800. Да. В чем разница? 900, это там общая сумма 900 там с копейками, 970 получается. 900, это ты отдаешь в региональный центр, который создает какой-либо проект, допустим, строит здание, стройка, да, и они собирают с инвесторов, вот эти суммы, там, например, общая сумма, там, пускай будет 18 миллионов долларов, они могут собрать 20 инвесторов с каждого по 900 тысяч. Да. И у них условия определенные, которые, так сказать, написаны в государственных штатах, что под каждого инвестора они должны создать 10 рабочих мест, и чтобы этот проект минимум два года существовал. Получается, они этот проект делают, собирают деньги, и через пять лет они должны вернуть инвестору эти 900 тысяч. Чаще всего, они еще дают какой-то небольшой процент, там, полпроцента годовых, там, иногда один процент годовых. И еще есть расходная часть. Расходная часть, это на адвокатов в районе 20 тысяч, на заполнение документов государства, там, порядка 6 тысяч, и региональный центр берет себе за свои услуги, там, порядка 50 тысяч. Получается, общая сумма, там, 970 с копейками, 976, пусть 980 для ровности, из которых 900 тебе возвращают. Или ты можешь сам создать какой-либо бизнес, куда ты вложишь миллион восемьсот. Да, но это, если ты вкладываешь ту область, которую ты хочешь вложить. Да, да, да. И ты точно такие же условия должен создать. А, ты должен создать 10 рабочих мест, то есть это должен быть проект все-таки. Ты это, получается, кстати, ты чуть-чуть прерываешься опять, но я услышал, что ты сказал. Получается, ты также, такие же условия, которые вот и региональный центр, ты должна создать, чтобы этот бизнес существовал не менее двух лет, чтобы ты платил налоги, там, минимум 10, 10 рабочих мест было, людей, которые, ну, так сказать, имеют право на работу. Ты создаешь рабочие места. Тем самым тебе тоже, да, могут, ну, не могут, а дадут, если ты вот эти все условия соблюдаешь, тебе дадут грин-карту, да. И здесь, давай спрашиваю. Инвестиционная виза ты перепродаешь через два года уже на грин-карту, правильно? Ну, там, получается, такая история. Ты, тебе дают грин-карту, да, тебе дают сначала как кондишнл, как временная она есть, потом постоянная. Но в зависимости от того, как ты это делаешь, если ты делаешь с региональным центром, они, возможно, тебе не дадут никакие, ну, невозможно, чаще всего, они не дают тебе временную грин-карту. Получается, вот у меня ребята, они делали, друзья, они из, ну, из России, скажем так. Получается, каким образом было? Они залетели сюда по туристической визе, а потом подали на документы, на вот эту EB-5. По туристической они продолжили, они здесь учились, там, в районе двух лет они учились и ждали, пока им дадут по EB-5. И потом по EB-5 им одобрили, как опрувал дали, они вот этот EB-5 начали процесс. Можно таким образом. Можно просто по туристической залетать, там, полгода находиться, вылетать и ждать, пока тебе дадут EB-5. То есть, это функционирует, в принципе, достаточно неплохо, да? Что ты сказал вначале? По твоему инвестиции это функционирует неплохо, то есть, люди действительно получают документы посредством инвестиций, да? Да, конечно. Здесь единственное, нужно смотреть на проект, который, смотри, когда вот для людей, которые хотят вложить, проинвестировать, получить, так сказать, свои документы, да, тут нужно понимать, какой они дорожкой хотят идти. И, ну, вот, допустим, есть кто-то, кто в бизнес, открывает бизнес для того, чтобы получить документы. Но бизнес может не пойти, и документы у тебя подвязаны к бизнесу. Ну, бизнес тебе нужно будет, это L1A есть, допустим, такая, но бизнес тебе нужно подкачивать, так скажем, финансово. Или вот EB-5. В EB-5 удобно то, что ты просто отдал эти 900, и опять тебе возвращают. Главное смотреть за проектами, в которые ты отдаешь эти деньги. Потому что, ну, ни для кого не секрет, здесь тоже существуют проекты, которые, ну, во-первых, это бизнес, скажем так. Как бы не то, что в любой точке мира бизнес есть бизнес. Как бы любой бизнес. Вот сейчас крупнейшие компании в Америке подают на банкротство. Это у них как бы своя история, они реструктуризацию делают, там, с долгов списывают и так далее. Но сам факт. Как бы все вроде бы стабильно было, кризис пришел, все. История изменила. Поэтому как бы нужно просто смотреть на проекты, которые с track of record, да, с историей большой, которые находятся, ну, вот, допустим, ребята, когда где делали, это в даунтауне, в центре города, и V5 проект, Paramount World Center. Это большой проект, центр города, как бы, ну, как-то больше доверия, чем где-то там. Мне как-то проект присылали в Орландо, под Орландо. Просто какая-то поля, я не знаю. Ну, просто, ну, на самом деле, настолько это выглядело непрофессионально все. Поэтому это все нужно сравнивать, ну, и смотреть же, вот, именно на историю этой компании. А так это все работает, однозначно. С девяносто, по-моему, первого или, по-моему, с девяносто первого года эта программа. Как бы, но эти все истории, я скажу сразу, ребят, чтобы было понимание, это адвокаты, я не адвокат, если, как бы, ну, кто-то когда-то задумывается. Это нужно у адвокатов консультироваться, спрашивать. И именно смотрите, опять же, я всегда, вот, как я про себя говорю, как кто-то хочет с брокерами поработать, когда новые у меня клиенты есть, да, я всегда советую, ребят, пообщайтесь с некоторыми брокерами, с несколькими, сделайте для себя вывод, и вы поймете, как. Также с адвокатами, с любым специалистом, если вы здесь ничего не знаете, пообщайтесь с несколькими специалистами и, ну, и посмотрите, так скажем, у кого какой опыт и так далее, с кем больше нравится, потому что общение – это очень важно, правильно, в работе. Ну, и опыт – это второе, немаловажное, самое главное, поэтому, в общем, как-то так. Да, я немножко пропадаю, или что происходит? Каждый раз… Ну, а сейчас я тебя чуть-чуть слышу, но вот сейчас нормально, да, но бывало пропадало. Еще одна тема, с которой я недавно столкнулась, я тебе уже писала, про рент-контрол, который ставится у нас по Лос-Анджелесу, мне интересно, как у вас это происходит, у нас это достаточно полезная тема, а сейчас, ну, сейчас-то, ладно, в принципе, это не такая болезненная, но в общей картине большинство доходных домов, как у вас называется, да, просто пытается это сформулировать. Как у вас по-русски. Домов, которые из нескольких юнитов, да, из нескольких квартир состоят, они попадают под рент-контрол, и люди не имеют права, вот, в энд-уорде, да, кто не знает этой недвижимости, они не имеют права вообще их выселить, только единственная причина, если они что-то не, идут против контракта, да, что-то делают не по контракту, не оплачивают рент, какие-то еще моменты более серьезные, более сложные, но это колоссальная проблема, то есть они пытались защитить тенантов, защитить всех людей, которые арендовывают помещение, арендовывают себе. Получается так, что очень многие дома сейчас заселены людьми, которые живут 20-30 лет, их выселить невозможно, платят они очень-очень низкую аренду, естественно, в этих домах непонятно, что происходит в этих квартирах, там ужасно, потому что люди живут 30 лет, они знают, что это все-таки арендованное помещение, они не делают никакого ремонта, то есть там ремонт мега устаревший, но в основном эти все люди не очень аккуратные, потому что им нет мотивации зарабатывать. Да, да, конечно. В Лос-Анджелесе, когда средняя аренда, допустим, 2,5-3, они платят 1000 долларов за хорошую квартиру. У вас есть тоже такая проблема в Майами? Нет, у нас нет, я знаю, в Нью-Йорке есть и в Калифорнии у вас есть, да, у нас нет. И у вас буквально до коронавируса, там, я знаю, в этом году или в конце прошлого было тоже там что-то, были дебаты по этому поводу. Многие инвесторы уезжают как раз-таки вот с Нью-Йорка, с Калифорнии за счет того, что во Флориде нету этого. Здесь очень быстро выселяют людей, если они не платят за несколько дней, там, 3-3, трехдневное уведомление о неуплате, это здесь, ну, все быстро работает. Поэтому Флориду многие любят в этом плане, то, что быстро здесь это происходит. Да, потому что у нас даже если человек не заплатит за недвижимость, да, за ту, которую он арендовывает, начинается процесс evictions, да, как он по-моему языке? Процесс выселения. Выселение, да, выселение. Процесс очень длительный, и тебе надо предоставить 3 раза свои evictions, вот эти документы, почему ты не понимаешь, это не просто за один раз ты им приносишь документы, ребят, выезжайте. Нет, это древний процесс, который очень тягостный, длительный именно в Лос-Анджелесе. А еще есть вот rent-контрол, который просто заполонил уже Лос-Анджелес, очень сложно тем людям, которые инвестируют. Конечно, не попадает под rent-контрол, просто надо, необходимо знать, опять же, необходимо нанимать агента, который все-таки специализируется и знает, потому что там очень много нюансов. Допустим, здание, которое было 50 лет под rent-контролом, оно все равно остается под rent-контролом. Если его перестраивают полностью, сносят под ноль, строят новые юниты, оно все равно попадает под rent-контрол. То есть есть очень-очень много нюансов, надо смотреть property history, из-за этого здания, что оно было раньше, в какой зип-коде оно находится, в какой зоне, зонинг, да, очень-очень много нюансов у нас здесь. Некоторые здания, они не попадают, просто феноменально. Стоят четыре юнита, а потом четыре юнита, да, на разных лодках. Один попадает, второй нет. То есть это все из-за истории, исторического, как, что было в этом здании до этого. Опять же, зонинг, опять же, зип-код, то есть очень-очень много таких разных нюансов интересных. Ну и год строительства, опять же. Что еще? И год строительства. Год строительства. Ну это давно, да, у вас это rent-контрол уже существует? Да, первый раз приняли в 1070, по-моему, в втором году. Вау. Раз переписали его в 1990 году. То есть его так периодически переделывали, но суть одна, та же осталась. Ни дома, которые попадали, они всегда останутся под rent-контролом. А в данной ситуации, ладно, забудем уже про rent-контрол, очень многие люди используют ситуацию, которая сейчас происходит с ковидом. Я призываю все-таки это не делать, но вот так сложилось, что нет эвикшена сейчас, да? Вы не можете выселить человека из квартиры, из дома из-за ковида, потому что государство выдвинуло такие требования, что ландлорды не имеют права выселять тенантов. И большинство людей даже, которые не потеряли работу, которых все так же, которых есть возможность оплатить, они просто не платят, они немножко абьюзают ситуацию. Я общалась с многими ландлордами. Мы чуть позже ответим на вопросы, мы вас видим. У меня вопрос, ребят. Вы насколько понимаете Машину речь до конца? Да, потому что она периодически использует английские слова, я-то нормально. Вы часто спрашиваете. Уже до пироги, да? Очень многие влипли, получается, в той ситуации, им надо платить типа те, куда... А те, кто снимают их, все понятно, пишут все понятно. Можно продолжать. А те, кто, да, платят ипотеку, они оказались в такой ситуации, что... А что они будут делать сейчас? Они должны платить налоги, да, там... Ну да, конечно. ...из-за ковида, но... Ситуация очень неприятная, я со многими общалась, они просто в шоке, и говорят, мы заселили... Там даже знакомых наших... Это вообще просто... Бывших знакомых уже. В таком из-за стиле они не платят. У них есть бизнес, у них есть материальная основа, у них есть возможность заплатить. Они просто не платят, потому что государство разрешило не платить. Вот это американская тоже такая система интересная, что американцы только узнали, что им можно не платить. Ааа, ну ладно. Я думаю, это у всех так. У многих людей, к сожалению, ну, это же психология человеческая, и у многих людей, ну, как бы люди пользуются всем, чем можно, так сказать, главное для удобств, для собственных удобств. Ну, знаешь, есть люди, которые, я как бы про религию абсолютно не против, но вот есть люди, которые делают нехорошие вещи, а потом используют религию, допустим, для этого, ну, прикрываются. Или вот здесь вот законы, ну, как бы, ну, если есть возможность заплатить у тебя за, ну, там, за аренду, да, или еще что-то, зачем, как бы, ну, поступать так, да, и... Ну, что, ну, ты правильно говоришь, у людей, которые, там, владеют этой недвижимостью, у них также свои расходы, также свои кредиты, там, и все остальное, у них семьи свои, ну, и так далее, и тому подобное. Это же цепочка, она у всех одно и то же, как бы, независимо, сколько ты зарабатываешь, вообще независимо, у всех одна и та же история, как бы. Ну, вот я считаю, 30% людей не заплатило за свою аренду. Да. Вот так, конечно. Да. Пользуются. А у вас до какого числа продлили вот этот, ну, так сказать, мораториум, или как правильно назвать, на оплату? Вообще нет конкретного, конкретной даты на данный момент. Все ждут, какие выдвинут требования государства возможны. Я считала в некоторых случаях, что они могут разбить платежи до 30-го года, то есть на 10 лет... До 30-го? Представляешь, что будет? То есть все люди, которые задолжали, там, допустим, не знаю, сколько они, 30-е тысячи задолжали, например, да, они будут выплачивать по маленьким суммам, да, 30-го года. Ну, ну, как бы, это, наверное, лучше, чем ничего, скажем так, да, 30-го, это, конечно, очень такой долгий период. Ну, я не знаю, я здесь как бы в этом не стелен в плане, там, политики, скажем так, но это лучше, чем ничего для хотя бы хоть какие-то деньги. Ну, да. С другой стороны, те лендворды, да, они влипнут в ситуацию, потому что, а если они захотят продать свою недвижимость? Нет. Они должны еще с ковида, 5 лет назад, и отдают потихоньку. Слушай, я бы хотел тут прокомментировать, Александр Давыденко написал, про то, что кто-то любит шару. Александр, во-первых, по поводу слова хохлы, я бы сказал, такой вам совет. Ребята, кто живет в одной стране и больше ничего не знает. Я хохожу. Давайте, как бы, ну, нормально, спокойно общаться, все с разных стран, кто любит шару и так далее. У всех, поверьте, в каждой культуре русскоговорящих, у Казахстана, в Украине, везде все одинаковые люди, и в Америке и так далее. Поэтому, поверьте, я был, я бывал в Украине несколько раз, и в Казахстане и так далее. Знаком со всем этим, не просто там по телевизору, когда вам рассказывают и так далее, а лично. И прекрасно все знаю, понимаю, поэтому дам совет, что, как бы, везде есть одинаковые люди, и поэтому насчет таких комментариев, кто как, что и любит, давайте воздержимся, так скажем, мягко. Хорошо? Лучше по теме. Если что-то интересно с недвижимостью, то, пожалуйста, пишите. А вот такие вещи не стоит писать. Какую? Ну, ладно. Я очень политкорректно. Люди меня знают, мне как-то зурат. Я же, я же вежливый человек, а зурат. Вот, зурат у нас тоже любит. Ладно. Давай дальше. Ребят, по вопросам я, кстати, предупрежусь, сейчас мы чуть пообщаемся, сделаем такие паузы и поотвечаем на вопросы. Потому что вопросов, я смотрю, много понаступило, мы их все видим и поотвечаем с удовольствием. Или давай, наверное, сейчас по вопросам, да? Потому что их много уже. Много надо. А потом еще дальше поболтаем. Так, давай, я... Немножко, у меня немножко прерывается. Я не знаю, почему прерывается. Sorry, ребят. Какой relocation fee, если тенант живет на rent control в LA? Хороший вопрос. Вот только до чего я не дошла. Есть такое понятие, как relocation fee. Если вам будет интересно, в LA оно официально где-то 10 тысяч долларов. Но некоторые тенанты не соглашаются на 10 тысяч долларов. Они говорят, ребят, ну мы не согласны, нас устраивает жизнь на 10 тысяч долларов в убитой квартире. И тут ты ничего не сделаешь. Некоторые предлагают 20 тысяч уже и выше, и так далее. Им платят 20 тысяч для того, чтобы они съехали, и они даже не бывает не соглашаются. Именно, именно. Ну, они считают своей цифрой, что они 20 тысяч эти за год сэкономят. А если они живут там 10 лет, то смысл им. Да, по LA вот 10 тысяч, это считается relocation fee, который предлагает всем тенантам, которые на rent control. Слушай, вот вопрос. Майами в целом недвижимость, насколько дешевле, да, чем в LA? Ну, я вам скажу так, что насколько... Я в разык, наверное, сказал, в раза два, наверное, дешевле. Плюс-минус, если брать самые дорогие, наверное, районы Майами и самые дорогие районы LA, то, я думаю, в два раза точно. Где-то, возможно, и там два с половиной. Но я не знаю хорошо супер рынок LA. Я так вот, навскидку, то, что я изучал, смотрел, прикидывал, дом себе выбирал на большее. Я смотрю, очень отличается. Ну, прям в разы как бы. Поэтому, ну, LA точно дороже. Если кто-то думает, что в Майами дорого, ребят, в сторону LA и Нью-Йорка прям даже не поворачивать голову. Да. Голову. Так. Мне кажется, даже в два раза, на самом деле, раза в три, в четыре. Ну, да, возможно, так даже если. Если смотреть, у нас ты дом, у Северной Камри не купишь дешевле, чем за 800 тысяч. Просто их не существует, именно в LA. Самые разбитые, самые два комнаты, которые надо ремонтировать еще, 100 тысяч. Я думаю, что... Нет, дешевле. Да. На порядок. Слушай, Зурат пишет. Как ситуация в LA с краткосрочной арендой? С краткосрочной арендой. В принципе, ситуация достаточно неплохая у тех, у кого недвижимость находится возле океана. Потому что очень многие, кто живут в центре где-то, или в Паум Спрингс, или, не знаю, в Эст-Голливуде-Голливуде, они снимают квартиры поближе к океану или дома для того, чтобы отдохнуть. Потому что все-таки полететь никуда нет возможности на данный момент. Хочется немножко возле океана побыть. Ну и опять же, американцы прилетают с разных других штатов. То есть, а другие квартиры так себе. На праздники, я смотрела, что на 4 июля все было просто арендовано совершенно. И дома, и квартиры буквально там парочку было на Airbnb, юнитов, которые не распродались. Но в основном все было забуканно. Но опять же, это 4 июля. Американцы, правда, самый большой праздник практически для них, как Новый год почти. Так, ну как бы, пока никто не путешествует, пока нет туристов, ситуация не такая прям уж хорошая. У меня по-другому квартира возле океана, прям первая линия. Но в принципе, одну неделю она полностью забронирована, а вторую неделю не забронирована. То есть так, через неделю. Ну, конечно, не прям ужасно, но... Ну, есть уже, ну, нормально. В плане сдается, как бы. Но это уже хорошо. Сдается американцам, опять же. Кто приезжает... Слушай, дальше, Зураб. Какие? Зураб, ваш вопрос. Так, Зураб, я, кстати, в One Hotel сижу, если ты недалеко захоти. Так, какие степс для аппрувелов от города для краткосрочной аренды? Перевел на русский. Где-где-где? Он спрашивает, а что нужно для того, чтобы получить разрешение от города, чтобы краткосрочную аренду сдавать? Какую-то лицензию нужно получать, или как это у вас работает? Пойти в сети, в главное здание города, в зависимости от того, в каком городе вы находитесь, и там получить лицензию. Если это ваша primary residence, вы имеете право сдавать только на 180 дней в году. То есть, и, естественно, вы должны платить налог с этого. Многие находят пути обхода этого. А это как? Честно говоря, но плюс-минус, они ставят другую локацию на сайт, которые они вставляют на тот сайт, и не регистрируют, и, в принципе, у них все проходит. Они сделают просто несколько листингов разных, они совсем в каких-то разных точках их делают по LA, и чтобы невозможно было про аптрек, узнать, кто именно сдает недвижимость, и, в принципе, у них получается. Я вижу, что многие русские наши так делают. Дально это все делаете, если вы хотите сдавать на более 360 дней, на это надо получать однозначно разрешение. И еще есть такой неприятный момент, как соседи, американские соседи, которые еще любят сдать. Сдать того, кто сдает. Ты это хотела сказать. Да. То есть их начинает напрягать, что люди с чемоданами там ходят постоянно, выезжают, выезжают, заряжают, и они жалуются. Ну, это ты говоришь про квартирные комплексы или про частные дома? Это даже про частные дома, да. Про квартирные комплексы, сори, что перебил, я могу сказать, это не только, чтобы, ну, вы не думали, это американцы такие плохие. Я лично, я не сдавал пока еще никого, но я вам скажу так, что это, в принципе, нормальное мышление. Вот я, допустим, снимаю квартиру, я живу в здании, где не разрешена краткосрочная аренда, да. Я заранее заезжаю в эту квартиру, я плачу определенные деньги, да, за эту квартиру, как бы. Я выбираю определенные условия для себя, что там нельзя сдавать, определенный уровень, да, там, здания, скажем так. И когда я вижу какой-то поток людей там в бассейне, везде, ну, а как мы знаем, те, кто там на один, два, три, четыре дня приезжают, это не, ну, не постоянные жильцы, им все равно на то, где они находятся, скажем так. И, конечно же, меня это тоже смущает. И, ну, я пока еще так не делал, но я пару раз... Ты оборвал. Мы тебя потеряли. Да, все. А, нет. Человек звонит. Я его сбросил. Так вот. А, да, все, все. Я здесь. И я говорю, то, что, ну, замечал у меня в здании, тоже сдают, хотя краткосрочно запрещено. Я, ну, спокойно к этому отношусь, я пока никого не сдавал, надеюсь, что никого не сдал. Нервы у меня выдержат. Ну, потому что, я понимаю, я тоже когда-то так делал, да, я когда жил в здании, я когда начинал работать риэлтором, я сдавал все, что можно было сдавать, и нельзя, как бы, ну, я как бы, да, сдавал все. И машины сдавал чуть, я помню, и квартиры сдавал, где жил сдавал, все сдавал, все. Мне дайте что-то сдать. Вот, поэтому я, ну, чуть-чуть, как бы, такое замечаю периодически. Слушай, тут пишет, Александр пишет, сейчас покупать под капитализацию, тоже не вижу смысла, за год цена может упасть как минимум на 20%. Смотрите, Александр, я вам скажу, какая история сейчас, я скажу про Майами, потом перейдем к ЛЭ. В Майами по частным домам цены растут, они не падают сейчас, они растут. Частные дома там 300, 400, 500 тысяч такой бюджет, ну, и выше там до миллиона может, да, до миллиона, не выше миллиона, я бы сказал. Поэтому они не падают даже, не то, что не падают, они растут. По поводу квартир другая история, они потихоньку опускаются, чтобы падали они сразу там на какие-то большие суммы, такого нет, но потихоньку опускают, как бы, это есть такая тенденция. Скажу про ЛЭ, скажу, как у меня друг рассказывает, которого, по-моему, у него кто-то, кстати, Маша, я тебе потом контакт дам ему твой. И они смотрят объекты под покупку в районе миллиона, или он смотрит, или там, ну, кто-то с родственника, что такое. В общем, они смотрят в районе миллиона и говорят, что посылают, ну, смотрят объекты, они даже посылали на что-то предложение. К примеру, объект стоит миллион, они посылают за 900 тысяч, там, за 900, не, не за 900, это я, со своими, с майамским мерками, за 950, ну, там, ниже рынка. И это предложение, оно даже не рассматривается, потому что хорошие объекты, они уходят даже выше запрашиваемой цены, чтобы вы понимали, рынок вот такой сейчас в ЛЭ, вот, Маша, нельзя подтвердить, нет, какая у вас история сейчас с частными домами в целом. Специфически, то есть, действительно, те property, которые пользуются спросом, на них очень много предложений, и они выходят, уходят выше изначальной цены, которую они просили. А ситуация с теми домами, которые чуть-чуть дольше на рынке, другая, они чуть дешевле дают. Но, в принципе, ситуация, наверное, к тому, как было и всегда. Цены немножко поднялись. Я недавно смотрела статистику, около 3% за последний месяц поднялись цены. Частные дома, да? Или вообще в целом? Частные квартиры. Но у меня есть вот два ответа, почему это может происходить. Я пока не понимаю для себя, что именно. Во-первых, у людей много кэша на руках. Обратите внимание, что большинство сейчас вообще не платит за квартиры. Да, те, кто арендовывал до этого. Люди не платят за машину. То есть, и еще многим дали stimulus check, и еще кто-то получает unemployment. То есть, у людей в один момент как-то много стало кэш. Поднялись цены на машины, поднялись цены на недвижимость. Это может быть либо одна причина, что просто у людей много на данный момент кэша, из-за того, что нет таких больших расходов, как обычно. Другой момент может быть, это инфляция, которую мы пока еще не так сильно чувствуем. Обесценивание денег, значит, недвижимость, машины, все украшения, да, они будут дорожать. Вот может быть второй выход. Я тоже не мега-специалист, я пока не понимаю. Инфляцию вряд ли они будут афишировать, да, и нам рассказывать о том, что вот, ребят, у нас инфляция сейчас происходит. То есть, это только мы можем ее прочувствовать. ПК, мне кажется, что не так сильно чувствуется, но, anyways, не понизилась недвижимость. И вряд ли не понизится. Мы не знаем, конечно, какие выдвинутся сейчас требования к тем людям, которые платили за недвижимость, да, и кто им скажет, что государство выдвинет для них. И если в один момент им скажут, ребят, вот вы должны за год отдать всю сумму, которую вы задолжали, да, тогда действительно экономика упадет. Если, опять же, растянут на 10 лет, они выйдут из этой ситуации сухими. То есть, наше государство выйдет сухими, потому что люди смогут по 200 долларов в месяц отдавать за свой долг во время ковида. Слушай, тут Зураб пишет, по каким критериям нужно выбирать агента по недвижимости? Зураб. Главное, чтобы он был с того же региона, как и ты. Я шучу. Мы просто с ним с одних земель, так скажем. Я вот скажу свое мнение по поводу агента. Я когда начинал, да, и у меня опыта не было, ну, как бы, не было по факту. Но со мной люди работали. Они работали, ну, потому что понимали, что если они... Они видели, что если я за что-то берусь, даже опыта нету, но я, как бы, занимаюсь этим, ищу, и я найду вопрос, решу задачу, так скажем, и так далее. Я думаю, тут, конечно, опыт, он немаловажен, но бывает такое, что, к примеру, скажем так, о, у меня ребята снимали квартиру сейчас, снимали там квартиру, и у нас с агентом, который представлял владельца, возникла проблема. Квартира, по-моему, 14 тысяч в месяц, а агент, который представлял владельца, мы представляли квартиранта, скажем так, да, он занимается в основном продажей квартир за 300, ой, не квартира, а домов за 300, за 400 тысяч долларов, и вообще в другом регионе. И у нас с ним возникли проблемы. Он там долго не отвечает, он пишет иногда, что я сейчас на закрытии сделки, вообще меня не трожьте. Ну, в общем, суть в том, что на этой аренде он зарабатывал там, ну, к примеру, 500 долларов, но затрат у него было много на ней, по временных. На своих сделках по продажам он зарабатывает там, ну, тысячи десять плюс-минус, что затрат гораздо меньше, он понимает весь этот процесс. И когда у нас начали вот эти проблемы возникать, там, я занимался один из моих ребят, я позвонил агенту, ну, и мы с ним там пообщались, и я ему сказал, слушай, ты если этим не занимаешься, как бы, ты не занимайся, потому что ты не понимаешь, что ты взял этот листинг. Во-первых, грубо говоря, эта квартира на продажу стоит там 2 миллиона, да, он занимается домами по 300, по 400. Это совсем другой формат людей и так далее. И он этого не делал ранее, но он за это решил взяться. Заработок гораздо меньше было, проблем гораздо больше, времени у него очень много на это затратилось и так далее. И как бы получилось по факту, что он вроде бы опытный, но он опытный вообще в другой истории. В частных домах, работающих с американцами, чаще всего это покупки в кредит и так далее. А тут это, ну, совсем другая история на океане, другой формат людей и так далее. И вот я к чему? То, что выбирать нужно человека, чтобы он, ну, если у него есть в этом опыт, и это хорошо, ну, и главное, чтобы он заинтересован был этим. Потому что, ну, если, к примеру, я там работаю в определенном сегменте, вы ко мне обращаетесь в сегменте там, ну, так скажем, тот, который мне на данный момент уже не интересен, я передам кого-то из своих ребят, кто занимается там, кто разбирается. Потому что мне просто так начать с вами работать, и потом вас, ну, грубо говоря, там динамить, я так, ну, как бы не буду делать, это не мой формат. А есть те, кто возьмется за это, но и не предоставит должного, так скажем, сервиса. Поэтому тут нужно вот очень смотреть на этот момент тонко, ну, и не бояться работать с ребятами, у кого нет опыта в той или иной сфере. Ну, я имею в виду в той или иной сфере. Вот, к примеру, там, есть опыт там в недвижимости там в одном районе, но в другом районе нет, да. Не бояться обращаться к человеку по другому району. Если он знает, как там находить объекты, как торговаться, у него есть определенный опыт, и вы видите, что он активный. Как бы он, если взялся, доведет до конца, то, я считаю, как бы нужно обращаться. Но это вот все нужно чувствовать, так скажем, ну, чувствовать и общаться больше перед тем, как именно вот начинать процесс работы, платить деньги, скажем так. Да. У меня очень много было ситуаций с неприятными агентами, и они просто поворачивали нас в другую совершенно сторону, от них отворачивали, от них, которые мои покупатели были очень заинтересованы. Ну, к примеру, одна женщина, я ей написала сообщение в 10 вечера, что, а я ей прислала приаппровал, она ждала приаппровал на клиента, на моргидж, и я ей прислала его в 10 вечера, утром перезваниваю, говорю, ну, я не знаю, во сколько наложиться спать, да, агенты обычно работают достаточно поздно, и то, что пишешь email или сообщение, оно, в принципе, не на что не влияет. Если ты спишь, ну, не смотри на это сообщение. То есть достаточно поздно работают агенты. Да. Часто на связи с клиентами даже до 12 ночи, то есть, ну, я привыкла так. Мало кто из тех, кто интересуется недвижимостью, пишет. Вечером действительно как-то больше. Видимо, сидят с вечером, посмотрели что-то в файн, посмотри, какие-то дома, да. Да, да. Я приаппровал, и на утро она мне звонит и просто орёт на меня, слушайте, вы что там вообще, вы не цените, оцените наш, мой труд в 10 вечера, мне сообщение отправлять, работайте с другими клиентами, с другими агентами и избраться. А мои клиенты реально заинтересованы в этом доме, они уже приаппрув, да, то есть, они хотят делать офис. Тут она только, ну, показала свой характер, что я позвонила им, рассказала ситуацию, они сказали, о, спасибо, мы с такими даже не будем работать. То есть, мне жалко тех, кто нанимает таких агентов, потому что из-за них они теряют... Ну, да, 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 получается, продавец же, продавец работает с этим человеком, да? Да, конечно, продавцы теряют на этом, не агенты теряют, а агенту ей вообще без разницы. Кто-то, если классный дом, в любом случае напишет предложение своё. Мне, я советую просто относиться более серьёзно к выбору и иногда посмотреть, зайти с другой стороны к агенту, да, позвонить с другого номера, спросить, поговорить, как он реагирует в разные ситуации, потому что есть люди, которые не контролируют свой характер, не контролируют свои эмоции и срываются. И у агентов почему-то это очень много. На меня срывалось огромное количество агентов. Я в покерфейс, ну что я ещё могу сделать, да? Один гей на меня, извините меня, сорвался просто невероятно. Я такого ещё, наверное, не видела. Я пришла со своими клиентами, причём с которыми я очень давно работала. Мы смотрели дом в Санта-Монике. И я задала вопрос. Гост-хаус, он был, он зарегистрированный, да, официально? Гостевой домик, да, получается? Да, твой домик, который стоял, я спросила у него, он официально зарегистрированный? Он, да ты вообще читать не умеешь, я мылась, ты посмотри, пришёл в своих роликсах, тут вообще круто, вот тут думаешь, умная? Я понимаю, что я выгляжу достаточно молодо, да, для агентов, потому что среднестатистический агент, 5 лет и плюс. Ну, квалифицирован, да, это не означает, что я глупая, это не означает ничего. Ну, квалифицирован, пришла тут в своей розовой футболке, что-то такое, ну, начало, прям вот гонор сумасшедший. Меня просто захватили эмоции, ну, думаю, нет, ну, я буду держать себя в руках. Через полчаса я выхожу и заезжаю в магазин, встречаю его там, уже без клиента. И я думаю, ну, всё, ты попался. Я ему думаю, ну, всё, у тебя всё. Иди сюда. Иди сюда. Ну, в общем, бывают агенты, которые, мне кажется, со скуки, что ли, или они чувствуют своё, у них чувство превосходства невероятно высокое, то есть им хочется унизить кого-то, особенно агентов, которые молодые. Да, такое бывает, да, у людей, да, к сожалению. Я это на себе чувствую постоянно. Пусть аккуратно, особенно со взрослыми агентами, потому что они просто... Да, да, кстати, это правда. Потенциально. Это правда. У меня бывало такое, знаешь, я, получается... Сколько? А сколько мне? Мне 34. Ну, в общем, лет в 27-28 я начал работать в недвижимости, и через два года я стал брокером и компанию открыл. И у меня бывало такое, когда я разговариваю с агентами, которые постарше меня. Ну, я как бы... У меня манера, я, ну, замечаю, ну, со стороны, да, как говорят. Я общаюсь очень аккуратно, очень как бы так... С уважительно, вежливо. Ну, в общем, спокойно стараюсь общаться. Да. И у меня бывало такое, когда агенты, те, которые постарше, которые с опытом, там, 15-20 лет, у меня, как бы, ну, вот, скажем, есть как, не знаю, развито как психолог, может. В общем, бывает, я общаюсь с людьми, с агентами, и они мне начинают рассказывать про то, что сколько у тебя лет опыта. И, ну, какая-нибудь ситуация возникает такая, как бы, ну, непонятная, когда я что-то пытаюсь с ними сделать сделку, а они вот не хотят, так сказать. И они говорят, вот у меня, я вспомнил ситуацию, он мне говорит, а сколько у тебя лет опыта, ну, года там, три, допустим, да, я ему на тот момент сказал, он, а у меня там, 15 лет, и начинает вот это вот, мне все рассказывает, а я уже заранее все знаю, как бы, что он мне расскажет. Потом у меня 15 лет, туда-сюда, и так далее, и тому подобное. Я ему просто спокойно говорю, слушай, я понимаю, что у тебя 15 лет опыта, в этом-то и проблема. Я говорю, у меня три года, я брокер, у меня там, ну, ты на тот момент, там, 30, 40, 50 агентов в команде, и так далее, и тому подобное. Я ему спокойно просто это объясняю, что проблема в его 15 годах опыта, то, что он не может по-другому думать. Он уже привык, вот, допустим, так выполнять задачи, и он не хочет поверить, что можно, допустим, там, я не знаю, через YouTube продать, или через Instagram объект, или где-то что-то поговорить. Я ему подсказываю где-то что-то для того, чтобы сделать сделку, да, не для того, чтобы выяснить, у кого эго больше, там, или опыта, и так далее. Опыт, как бы, очень часто не показатель. И, ну, и я бывал иногда, когда, ну, прям очень такие, вот, ну, хотят из себя показать, я их прям, ну, ставил аккуратно на место, что опыт не показатель, главное, ну, опыт в плане количества лет. Главное, опыт в том, что ты сделал. И я бывал, а некоторым говорил, что, слушай, я за свои два-три года больше, ну, грубо говоря, там, набрался опыта, чем ты за свои пятнадцать. И такое бывает, да, это, как бы, ну, к сожалению, норма. Потому что в реал-эстете ты можешь, там, одну сделку за год закрыть, а можешь, там, десять за год, а можешь, там, пятьдесят за год и так далее. Поэтому, да, такое бывает. Магически не так оснащены, не осведомлены, да, с технологиями, которые идут вперед. Куча сейчас аппликашенов, которыми я пользуюсь, там, докюсайн, что-то еще. Они не умеют. Я все на телефоне за секунды просто. Они это не делают, им надо сесть за ноутбук, поехать в офис, то есть это считать три часа. А я на телефоне, машине уже сделала две секунды все то, что они делают. Вот тут вопрос по поводу узкоспециализированного агента. Да, я с вами спрашиваю о том, что нужно искать узкоспециализированного агента. Почему, я объясню. Ладно, в рейк-резиденшал, да, это еще один вопрос. Но вот, допустим, в коммерческой недвижимости агенты делятся на несколько сфер, узкий сфер. Допустим, те, кто занимается офисными зданиями, те, кто занимается warehouses, складами, да, те, кто занимается, не знаю, магазинами, да, ритейл. Это все узкие профили, в которых достаточно сложно по контрактам и совсем разбираться. Там совершенно разное налогообложение, совершенно разные способы поиска, критерии. То есть, да, вот в коммерческой действительно я вижу четкое определение, с каким агентом вам стоит идти, в зависимости от того, что вы ищете. В резиденшал я не скажу, что я прям вижу. Есть агент, который покупается лизингом, да, есть, который больше продажи. Но лизинг очень достаточно легкий, как бы быстрый. То есть, у меня не создает проблем с лизингом работать между тем, как я продаю, допустим, да. Я не очень люблю работать с лизингом по нескольким ситуациям, но, в принципе, он не такой проблемный, и я могу успевать тут тоже делать. Вот. То есть, да, согласна, что лучше, конечно. Слушай, тут вопрос, а Александр спрашивает, а как в таких случаях отслеживать риэлтор, работать с твоей квартирой или нет? Ну, смотрите, я вам скажу так, что нужно, ну, во-первых, когда вы подписываете контракт на эксклюзивный, я бы вам рекомендовал, ну, в контракте, во-первых, подписывая его, не бояться его отменить, если что. Что вы должны понимать, что если агент не делает свою какую-то работу, да, если он с вами не поддерживает связь, он не говорит, что происходит. Ну, к примеру, опять же, это все с опытом, да, приходит. Это я сейчас сижу там и рассказываю, но когда я там начинал, я не понимал, как и контракты делать, как и с продавцами работать, как и с покупателями и так далее. Просто если агент работает с вашей квартирой, да, вы можете с ним созваниваться, он в любой момент вам расскажет, что и как, какая ситуация, сколько показов было, за сколько там продано, ну, к примеру, или сдано, да, к примеру, вы выставили что-то там на аренду, ну, вот сейчас у меня там ребята, ну, там парочку, окей, ладно, одну, Ирина девушка, ну, девушка, женщина позвонила, хочет квартиру свою выставить там в одном здании, она сделала очень хороший ремонт в этой квартире, но выставлять эту квартиру за те деньги, которые она хочет, я не вижу смысла, это трата моего времени, потому что квартира там стоит по 3 тысячи в этом здании, ну, окей, пускай там 500 долларов можно накинуть за этот офигенный ремонт, но она хочет за 5 тысяч и выше, как бы смысл, смысл вот этих действий с моей стороны, я даже человеку скажу, что я не буду этим заниматься, или, к примеру, там, на продажу, я вижу, кто-то выставляет объекты, там, ну, в этом здании, к примеру, квартиры продаются там по полмиллиона, да, такие же, как ваши, продавались по полмиллиона, главное не за сколько они сейчас продаются какие-то, а за сколько продавались, если продавались за полмиллиона, а вы хотите выставить за 700 тысяч, я скажу, как бы это бессмысленно, как бы, несмотря на то, что вы тратите, я трачу там время, а вы теряете деньги, ну, вот, к примеру, если вы купили там за 700 и вы хотите продать за 700, я вам скажу, ну, вот сейчас было продано вот это, вот это, вот это за 500 тысяч долларов, и выставляя это за 700, мы это не продадим, или вы готовы сейчас потерять деньги, мы выставим там за 550, там, сторгуемся, за 500 отдадим, или просто вы ждите, вот как у меня было с последними несколькими людьми, с кем я общался, кто спрашивает, стоит ли продавать или не стоит, я говорю, если у вас нету острой необходимости сейчас здесь продавать, именно квартиры, да, то смысла нету выставлять, лучше подождать, поставить на аренду, подождать там пару лет, я думаю, пока это все назад вернется, это обычная история, здесь всегда так происходит, каждые там 8-10 лет это все вот так по кругу идет, как бы, цены падают, поднимаются, падают, поднимаются, поэтому мы тут, тут как-то так, вот. Так, ребят, у нас уже пару минут, Маш, что ты добавишь? Комментарии, частные дома начали пользоваться спросом из-за ковида, да, кстати, я согласна, действительно, людям не очень хочется сейчас жить в кондоминиумах, они понимают, что это какое-то пространство, где можно погулять, выйти хоть на травку посмотреть, а в кондоминиумах во время ковида они немножко застряли, тем более все бассейны, джимы закрыли, им, в принципе, некуда пойти, тем более еще и закрыли океан у нас, то это пора покупать. Ну, как бы, да, его нужно было еще до этого. Зураб, слушай, я с удовольствием, кстати, расскажу, но только уже не в этом эфире, у нас время прям уже заканчивается, я думаю, я, может, даже посты сделаю или сниму что-нибудь, у меня есть такие интересные истории, которые можно было поделиться. Слушай, Маш, ну, у меня, в принципе, вопросов нет, если ты хочешь что-то еще, давай, минутка есть, и сейчас эфир отключится. Давай, подытожим. Он уже сейчас отключится, да? Да. Хорошо, спасибо, а мы будем продолжать или не будем? Не, не будем, уже сделаем другое, мне просто бежать. Ребят, хочу вам сказать спасибо большое за эфир, спасибо за вопросы, вообще супер молодец. Александр, вам тоже спасибо, что написали вопросы и ответили. Зураб, с тобой увидимся, ребят, всем на связи. Маш, тебе спасибо большое. И вот по поводу Зураб идеи рассказал, что может, какие-то свои такие фейлы, знаешь, факапы, которые случались в работе, может, как вариант, кстати, тоже сделать эфир и порассказывать. Это, я думаю, будет интересно. Да, хорошо, ребят, всем пока. Спасибо. Давайте, ребят, пока-пока, хорошая дня, Маш, пока. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...